Ксения, вывози, зима впереди. На Спорт.ФМ. По будням. Всем привет, это конфликт интересов в студии Денис Николаев. И у меня сегодня мега усиление для того, чтобы накостылять Малыхину по полной. Потому что, во-первых, тезка Денис, во-вторых, Глушаков. И это означает, что два Спартака в студии против тебя, Малыхин. Выкусил, все, неделя начинается прекрасно. Ничего, я выдержу удар легко и непринужденно, как обычно. И покажу вам, что... Что футбол не только в Москве уже не распустил. Итак, приветствуйте виртуальными аплодисментами. Можете похлопать по радиоприемнику. Денис Глушаков у нас в студии. И это означает, что мы сегодня подводим итоги акции «Завтрак с чемпионом». Три человека нам предстоит сегодня выбрать. Денис. Да, добрый день. Да, тут люди не поверят, подумают, что ребят сошли с ума и вдвоем разговаривают. И я с вами. Итак, Денис, смотри. Значит, первый вопрос, который всех замучил. Ты нам его сам задал. Сразу с провокации начинаем. Нам все в процессе, когда мы анонсировали, говорили, что вот у нас акция, примите участие, присылайте заявки. Кстати, более 500 человек прислало. Или 5000. 500. 500. 5000, это я хватанул. 5000, это, знаешь, все-таки самый популярный клуб «Зенит». Нет, я все-таки понимаю, что где-то кто-то сидит в редакции, кто за «Спартак» не болеет, и порезали цифры. Так вот, и все спрашивали, что же такого выиграл Денис Глушаков. А я всегда говорил, что все впереди. Вот в этом году, хоп, и что-нибудь да выиграем. Денис Глушаков ничего не выиграл. Просто хороший человек и футболист. Ну, кстати, этого достаточно вполне. Это, в принципе, у меня все впереди еще. Ну, так сложилась судьба, то, что играю и не могу ничего пока выиграть. Ну, значит, будем, вся страна будет болеть, чтобы либо через два года чемпионат Европы в составе сборной, либо через четыре уже чемпионат мира. Давай этот сезон закончим, может, в этом году что-то получится у «Спартака» у нас. Ну, кстати, я хотел бы... Вот, в общем, переименовываем мы акцию, чтобы больше вопросов не было. Завтрак с будущим чемпионом. Присылайте свои вопросы. 5533, слово «Спорт» в начале сообщения. Не забывайте подписываться. Денис ждет от вас каверзных вопросов. А можно даже не каверзных, обычных. Что там со «Спартаком», что там со сборной. Давайте, и звонки еще мы сразу будем принимать. 495-276-0932, 495-276-1932. Сейчас пока вопросы про футбол и прочее. А выбирать тех, кто пойдет на завтрак, мы будем попозже. Поэтому все, кто присылал заявки, обязательно оставайтесь на «Имне» на «Волнах Спорт.ФМ». Это будет супер. Ну что, Малыхин, давай ты. Ты же у нас антиспартаковский. Ты тебя же коробит от одного присутствия красно-белых цветов. Я вообще сделал такую каверзную вещь для себя. Я сходил в субботу на открытие арены, посмотрел матч «Спартак-Терек». И у меня сразу вопрос. Потому что мне показалось, что игра все-таки, может быть, можно спихивать еще на то, что новый тренер, еще не привыкли к нему. Но все-таки не хватает, мне кажется, плана «Б» в атаке. Как думаешь? Ну, мы стараемся разнообразить игру. У нас есть хороший форвард, который сейчас лучше бомбардир забивает. И стараемся больше через него, конечно, играть. Но план «Б» у нас есть всегда, как-никак. Дзюбы не было с ЦСКА. Мы стараемся чуть-чуть по-другому играть. Ждем Юру Мавсисяна, который очень хороший нападающий, да, и тоже бомбардир нашей команды был в том году. Так что много травмированных ребят. Может, из-за этого еще сказывается. Ну а что вот не получается вот сейчас? Потому что команда-то... Югин сказал, что команда меня, в принципе, удовлетворяет, те игроки, которые есть, но их покупать особо не будем. Что не получается-то у ребят сейчас? Что не получается? Ну, я не знаю, забить, может, не получается. И я думаю, что мы пропускаем. Это, наверное, плохо. То, что в каждой игре почти через игру мы пропускаем. Ну и играли, отдать должное, с хорошим соперником Терек, да. Хоть бы кто-то что ни говорил. В этом году Терек очень достойно выступает. И Рашид Мамат Кулыч поставил Тереку хорошую игру. И пропустили они всего два или три гола, по-моему, в этом году. Очень мало пропускают. И сложно играть с Тереком. Это дисциплинированная команда. Так что ты пришел на матч, который... Сейчас ты мне задаешь вопрос. Тяжело было играть. Мне повезло. Денис, я объясню. Надо было на Торпедо прийти. Не-не-не. Ты понимаешь, проблема в том, что если бы Малыхин пришел к вам на матч Торпедо, тебе пришлось бы сегодня говорить про то, что... Ну, Торпедо-то неплохая команда. Вот у нас что-то не получалось. Просто куда он, когда приходит на матч Спартака, все, сразу все валится из рук. Единственный раз, я помню, когда Спартак выиграл при его присутствии на трибунах, это в матч еще с ЦСКА, по-моему... С Локомотивом. С Локомотивом, где играл Денис. А, ну это вот это последнее, что было, да. Видишь, это все от него зависит. 495-276-093-2, 495-276-19-32. Нам Ренат дозвонился. Ренат, привет. Здравствуйте. Да, слушаем вас, Ренат. Я хотел бы пожелать конкретно Денису, ну и всем, конечно, игрокам Спартака, огромного здоровья. Действительно, немножко не хватает вариативности в атаке, но зато в этом году чувствуется боевой дух команды. И поэтому мы с вами, спартачи всегда, хибоксары с вами. Желаем вам удачи. Здрасте. Спасибо большое. Спасибо. Жалко, что вы вопрос не задаете. Ну, достаточно того, что человек просто пожелал. Собрался с мыслями, пожелал, даже не поругал Денис. После сборной, кстати, многие ругали наших футболистов. Вот по поводу сборной. Как там атмосфера-то? Потому что мы-то не знаем, мы все догадываемся. Капелла авторитет для вас непривлекаемый? Или все-таки с ним можно там поспорить? Нет, безусловно, авторитет. И у него есть свое слово. Как бы с ним можно пообщаться, да? Что-то, не знаю, от себя может сказать. Но все равно, как бы он мало кому прислушивается. У него свое мнение всегда. И как он скажет, так и будет. Где более раскрепощенная обстановка? Ну, при каком тренере? Вот при капелла, при адвокате? При хидинге, по-моему, ты тоже там пару раз был. Раскрепощенная? Да. Ну, с кем удобнее, вот так даже можно сказать. Ну, я мало. Не, не, я просто мало был с хидингом один в сборной. Ну, с адвокатом работал, конечно. На Евро был, как бы, но с адвокатом, наверное, попроще было, как бы, просто. Но здесь надо учитывать то, что мы русские, наш менталитет. Я думаю, что лучше капелла. Потому что... Ох, какие искорки в глазах Дениса Глушакова сейчас были. Не, 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 потому что нас нельзя распускать, можно так сказать. Ну, то есть, вот, понимаешь, мне что нравится, что люди сами себе дают отчет. Вот у нас... Вы себе просто не представляете, что мы выдержали, какой же квал звонков и вопли из серии, что вас всех расстрелять, отправить в Сибирь, ну, после чемпионата мира, естественно. У нас нет Сталина, на вас нету и так далее и тому подобное. Прям, ну, то есть, были, конечно, слушатели, кто защищал. И мы просто объясняли всем, что самое главное, что люди понимают, в чем проблема, и с этим будем работать. Вот мне нравится то, что есть осознание того, что нам нужна твердая рука, хотя бы в футболе. У меня вот еще один вопрос. Так как Денис сидит сейчас, восхищается тобой, а я все-таки буду спрашивать. Я буду с тобой разговаривать в конце-то концов. Вот у меня еще один вопрос. Вот многие говорят, что после капелла должен возглавлять российский тренер. Вот из тех, ну, ты не со многими, естественно, работал, ты не как Ибрагимович, туда-сюда мотаешься по командам. Все-таки со стороны, вот как ты думаешь, кто может вот из тех тренеров, которые вот сейчас у нас есть, которые тренируют или сейчас на данный момент не тренируют, кто может возглавить сборную после капеллы? После капеллы, ну, это еще время долго. Может, еще кто-то новый появится. Ну, нет, вдруг завтра, говорит капелла, все, я устал, я ухожу. 31 декабря, да. Я думаю, тот же Слуцкий. Слуцкий. Почему нет? Потому что это русский специалист, и выиграл чемпионат два раза, да, по-моему, кубки выиграл. Да. Так что Барадюка можно, можно Симака, я думаю, сейчас, который в сборной помощник у капелла. Так что, я думаю, в будущем это будет очень хороший специалист. Я думаю, что год назад бы на этот вопрос ответ был бы однозначный. У нас звонок на 495-276-093-2, 495-276-1932. Александр дозвонился, Саш, привет. Здравствуйте, я звоню из Белгорода, он болельщик Спартака, поклонник Дениса. Денису хотел вопрос задать такой. Вот он, когда переходил в Спартак, у него, мне кажется, в его игре, тяга больше к атакующим действиям. То есть, мне кажется, он хорошо действовал под нападающими, скажем так, под плеймейкера. Сейчас мы его больше видим в опорной зоне. И, к сожалению, мне кажется, когда он подключается, сейчас уже не так хорошо получается, как в то время, когда он пришел в Спартак. Вопрос заключается в том, где Денису самому комфортнее, в опорной зоне они себя лучше чувствуют, или когда игра требует того, чтобы он подключался к атакующим действиям. Спасибо большое, Александр. Да, здрасте, спасибо за вопрос. Себя я опорным чувствую комфортнее, потому что, и когда я переходил в Спартак, меня рассматривали опорным полузащитником чисто оборонительного плана. И в сборной тоже капелла меня тоже ставит только опорным. Больше к обороне. Но мне проще играть одному опорному. Потому что я знаю, что мне не надо там, ну, ни на кого не надеяться, что там тебя подстрахуют, или еще кто-то там, помощник, да, кто-то в центре. Если я играю один опорного, это мне как-то комфортнее. Когда мы в два опорных играем, да, мне я себя не так комфортно чувствую. Я не буду убегать, если я буду один опорный играть, я не буду убегать вперед. Я буду знать, что мое дело отобрать. Что ты должен, вот на тебе оборона, родина доверила замок от границ, ты охраняешь. И никогда не славился, в принципе, такими атакующими качествами. Мы сейчас прервемся на новости. У нас в гостях Денис Глушаков, и мы сегодня разыграем обязательно билеты на завтрак чемпионов. Победителей определим. Гол или линия? Фол или... Да ничего не было. Пенальти или... Сам ты пенальти! Великие аргументаторы на Спорт.ФМ. Конфликт интересов. Их ты точно узнаешь. Ты одинок, и тебе хочется выплеснуть эмоции? Каждый будний день с 15 до 17.00. Малыхин и Николаев готовы спорить не только между собой, но и... А вот тут уже надо слушать. На Спорт.ФМ. Это конфликт интересов. Малыхин Николаев в студии Спорт.ФМ. И для тех, кто только что подключился, у нас в гостях Денис Глушаков, полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу. И мы сегодня подводим итоги нашей акции «Завтрак с чемпионом». У нас будет три победителя, и завтрак троих победителей Дениса Глушакова, который специально подготовит шеф-повар Константин Ивлев, пройдет в ресторане «Уикед» на Садовой Черногрязской, дом 8. Так что этим мы и займемся, но в следующие 15 годы... А если теперь вы знаете, можете поподглядывать, как счастливчики завтракают с Денисом. Да, а пока мы позадаем умные вопросы, вот в группе ВКонтакте Спорт.ФМ подраздел «Конфликт интересов». Яков Шерешевский пишет, так знаешь, с хитрецой, прищурив глаз, до матча на Кубок России в Комсомольске-на-Муре 18 часов. Денис, что вы делаете в студии? Да, у нас студия в Комсомольске-на-Муре. Просто никто не понимает. Специальное выездное собрание. Ну, действительно, вот «Спартак» же улетел, получается, да? Тебя почему оставили? «Спартак» улетел, да, как бы, ну... Мне дали чуть-чуть отдохнуть и готовиться к «Зениту». А, я просто себе представляю. Я не буду называть, там еще остались ребята, так что... А, понятно. Мурат Якин уходит такой, Денис, ты за старшего. Никому не открывай дверь, пока я условным стуком не постучу. Тарасовка должна быть закрыта. Я думал, что сюжет больше похож на «Один дома», когда человек просто забыли. У нас в улице я забыли. Просыпается Денис, а команда уехала из Тарасова. 495-276-093-2, 495-276-19-32. Телефоны прямого эфира «Спорт.ФМ», чтобы вы могли звонить и задавать вопросы Денису Глушакову. У нас на связи Виталий. Виталий, приветствуем. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Денис. Виталий, хоккейный клуб «Спартак». Но вопросы как раз по футбольному клубу. Первый вопрос, Денис. Я, конечно, понимаю, что с грязными командами типа «Терека» играть очень сложно. Особенно то, что в первом тайме эти люди творили. И то, как они стимулировали, на газон падали. Это очень противно. Но почему игроки «Спартака» не могли завестись немножечко раньше, а не под самую концовку? Ведь провокаций и так далее было очень много. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот если, вот как вы считаете, как игрок, ну, это не очень корректно, конечно, но вот есть ли будущее у «Спартака» с этим тренером, с тем, что о нем вообще думаете? Спасибо большое, Виталий. Ну, некорректно такие вопросы задавать, если будущее у «Спартака» есть. Это я как болельщик «Спартака» говорю. У человека голос уже срывался. Ну, я... Да. Давайте по поводу первого вопроса. Почему «Спартак» завелся поздно в матче с «Тереком»? Ну, завелся, потому что, да, я согласен, то, что «Терек» падал много и сбивал темп игры. Это, ну, мелкие хитрости футбольные. В принципе, это все команды могут делать. И бывало такое, что и у нас иногда в некоторых играх мы лежали, падали или еще что-то, да. Время там убить, как можно сказать, да, удержать счет. А завелись, ну, не знаю, потому что уже терять нечего. Сразу идти тоже, когда мы пропустили такой гол, и сразу шашки на голову и бежать вперед всем тоже, наверное, не стоит. Можно и второй получить, и тогда уже точно никого не догонишь. Собственно, чуть что и не получилось, когда в штангу попали. Да, вот там фартануло. И когда в штангу попали, я сразу так почувствовал. Не забиваешь ты, забивают тебе. Где-то ёкнуло это в сердце. Так и произошло, в принципе. Вот тебе вопрос от Сергея из Москвы на портале 5533 в начале 100-го спорт. Денис, очень часто ты на убойной позиции. Казалось бы, бей, а ты отдаешь пас. Ну почему, вопрошает Сергей. То есть, вот просто у тебя же был один сезон в «Локомотиве» 11-12 года, когда там 11 мячей забивал. Понятно, это был удлиненный сезон переходный. Но все-таки, то есть, а сейчас действительно стараешься больше на партнеров играть? Это установка такая, или что-то вот именно принципиально в себе поменялось? Да нет, просто так все говорят, что бей. Ну как бей? Можно бить. Ну, защитник стоит рядом, он тоже не глупо. Он ногу поставит, и я подумал, ему в ногу смысл бить, когда можно отдать. И когда есть какой-то вариант, защитник далеко от меня, да, не прессингует, не атакует, тогда я бью по воротам. Но такие моменты ситуации тоже бить со всех позиций всегда, ну, тоже бессмысленно. Мне кажется. Ну, хочется бить, конечно, я бы с середины поля бил бы, но... Тогда будет вопрос... Это был бы вопрос, Денис, почему ты постоянно бьешь, откуда попал, а не отдаешь пасы? Тут не угодишь нам. Бил, бью и буду бить, да, как Саша Кожаков. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Денис Глушаков. 5533, Слово Спорт, начали сообщение. Пишите нам свои вопросы, ну и звоните нам также. 495-276-093-2, 495-276-1932. Артем нам дозвонился, Артем, приветствуем. Алло, добрый день, ребята. Добрый день, Денис. Здрасте. Поздравляю вас с новым стадионом. Спасибо большое. Занесу пока свой дом. Будем надеяться, для вас он надолго останется домом. Лично мне очень симпатична ваша игра. Денис, вопрос хотел задать такой. На чемпионате мира по футболу, после такого неудачного результата, как вот между собой вообще ребята приняли это, как переживали, скажем так, ну, по максимуму, что можете, расскажите, по возможности. Большое спасибо, хорошего дня. Спасибо большое. Ну, переживали все, понятно. Понимаете, такое событие, да, чемпионат мира, это просто не описать то, что, как смотрят там болельщики или еще на месте игрока, сидеть в раздевалке, когда ты не выходишь там из группы, да. Очень обидно, досадно, и ты понимаешь, что у тебя родные и близкие смотрели матч, болельщики вся страна смотрела, ожидала там, что мы выйдем дальше. Вот, а как отходили, ну, приехали в отель, что, сели по номерам, потом собирались, сидели, так, общались, как бы у нас день еще до вылета был, общались, сидели. Тяжело было, так? Ну, а медитировали, да? А давление-то какое-то ощущалось в том плане, что вот первый чемпионат или просто вот приехали? Да, просто чемпионат мира, даже первый, не первый, но чемпионат мира он на себе дает знать. И каждая команда очень хорошая была. Почему все говорили, что у нас такая слабая там группа или еще что-нибудь, но где слабая? Германия потом играла с Алжиром в дополнительное время. Да еле-еле, да это тут фанат Германии, он сам бледненький сидел на этом матче, я помню. Вопрос уже не по поводу того, что было, а по поводу того, что будет. Кат Кристины на 5-5-3-3 в начале слова «Спорт». Денис, какую сборную вы считаете главным соперником России в отборе на Евро и почему? Лихтенштейн? Не-не, ну шведы и австрийцы. Так что это очень две серьезные команды и очень тяжело с ними придется. Австрийцы играли вот очень-очень хороший футбол, качественный, я смотрю, они прессингуют и бегают по всему полю. То, что с ними, мне кажется, может даже тяжелее быть, чем со шведами. Ну а вы какие-то уже команды разбирали? Ну шведы-то понятно. Мы еще не разбирали, потому что… Ким Чельском тоже подсказал наверняка. Не, он ничего не рассказал. Он сказал, что в Статгольме очень плохое поле у них. Стадион хорошее, но поле, говорит, уже 7 раз 8 меняли, говорит, так что там огород такой приличный. Надо со своим лететь, с запасным. Сграбляем. Денис, кстати, по поводу Чельстрома у меня вопрос, ну ты изнутри, тебе не… Вот ощущение, что Чельстром после командировки в Арсенал, вот когда его отдали в аренду, он вернулся. Я смотрю трансляции, постоянно ощущение, что у него вновь проснулся какой-то вкус к футболу, у него глаза горят. То есть вот я помню, когда он пришел, чувствовал не свои тарелки он себя в «Спартаке», а сейчас ощущение, что он вот окончательно влился в команду, у него прям глаза горят, он хочет играть в футбол. Есть такое ощущение или это вот все только мы сами себе в болельщики придумываем. Да, нет, он и был профессионалом, когда я пришел, он работал, тренировался каждый день на тренировках, так что у него и тогда глаза горели. Есть просто тренер… Который в него поверил, да? Конечно, когда тренер верит в футболиста и доверяет ему, футболист раскрепощается и играет с удовольствием и с легкостью какой-то. Вот еще один вопрос короткий. От Валентина Рубцова, а кем бы ты стал, если бы не в футбол? Какой вид спорта? А, вид спорта? Да. Я хотел сказать уже поваром бы. Поваром бы. Или мэром Миллерово, пожалуйста. Мэром Миллерово. Мэром Миллерово. Мэром Миллерово. Подождите, подождите. Губернатором. Или поваром Миллерово. Далеко вы берете. Мы сейчас прервемся на новости, после этого продолжим общаться с Денисом Глушаковым, который у нас сегодня в гостях. И вот как раз в следующие 15 минут мы начнем уже выбирать счастливчиков, поэтому оставайтесь с нами на Спорт.ФМ. Конфликт интересов на Спорт.ФМ. Я бы позвонил. 8-495-276-09-32. Мужской взгляд на спорт. На всю страну. Спорт.ФМ. Ты слышишь нас каждый день. Хочешь увидеть то, что ты слышишь? Наверняка хочешь. А мы очень хотим похвастаться. Нашим желаниям суждено совпасть. Заходи на сайт Спорт.ФМ.РУ и смотри прямые видеотрансляции из нашей студии. Знакомься с нашими гостями и ведущими. Читай новости. Общайся. Спорт.ФМ.РУ. Реклама на Спорт.ФМ. Официальный дилер Мерседес-Бенц, звезда столицы Каширка, представляет Дни немецких праздников. До 5 октября 2014 года станьте владельцем нового Мерседес-Бенц на уникальных условиях. И выиграете незабываемое путешествие на Маврикии в отеле Sun Resorts от звезды столицы Каширка и туроператора Art Tour. Уже хотите узнать подробности? 495-974-2223. Информация в организаторе о правилах проведения мероприятий, количество призов и выигрышей, сроках мести и порядке их получения можете узнать на сайте MercedesZSK.ru. Mercedes-Benz. The best or nothing. Посмотрите налево. Роскошный лес. За ним скоростная дорога. Направо Одинбург. Современный комплекс Воденцова. Охраняемая территория, паркинг, школа и детский сад. Милая, мы уже полгода назад тут квартиру купили, а ты все экскурсии водишь. Да, а завтра коллеги приедут посмотреть. Квартиры бизнес-класса по доступным ценам в пяти минутах от МКАД. Жилой квартал Одинбург в Одинцово. Телефон 8800-541-14. Проектная декларация на удинбург.ру. Все, уехал. В отпуск! Пока шеф в отпуске. Объявляем сногсшибательное предложение на покупку автомобилей. Ниссан, Митсубиши, Рено, Сан-Йонг, Опель, Шевроле и Хёнде. Семь брендов в одном месте. Скидки до 230 тысяч рублей. Только до конца сентября. Леги Артис. Ленинградское шоссе 17 километров от МКАД. Телефон 8495-983-0383. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Мужской взгляд на спорт. На всю страну. «Спорт.ФМ». Если в 30, в 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идеалом благополучия. Монинское шоссе до железнодорожного переезда в Чикаловском. Однажды эти два человека начали болеть за разные команды. И в этот же момент появилось новое шоу на «Спорт.ФМ». «Конфликт интересов». Уникальная программа для каждого. Это «Конфликт интересов». Александр Малыхин, Денис Николаев и сегодня с нами Денис Глушаков. Напомним, игрок с московского «Спартака» и сборной России по футболу. И он у нас не случайно. Мы выбираем победителей супер-уникальной акции на «Спорт.ФМ». «Завтрак с чемпионом». Это три человека. Мы сейчас определимся, кто поедет завтракать с Денисом Глушаком в ресторан «Уикед». Да, но прежде чем вы собираетесь с Денисом это делать, я просто в стороне послежу за вашими «Спартакскими кружевами» вокруг Кубка. Хочу озвучить одно пожелание, которое пришло нам на 5.5. 3.3 слова «Спорт» начали сообщение. «Денис, удачи. Парни, бейтесь, бейтесь в каждом матче. Ждем достойной игры в Питере. Сосед Кирилла Камбарова, Дмитрий». Ну, это, видимо, от Димы Камбарова пришло сообщение. А, сам Димон, да, написал? Да, думаю, да. Ну, кто сосед еще Кирилла Камбарова? Итак, Денис, рассказывай. Значит, у нас правила будут такие. У нас, мне специально подготовили выжимку аж на 5 или 6 листах заявок. То есть тут интересные всякие варианты. Почему обосновывали люди? Обосновывали, почему именно он, ну, конкретный человек, должен с тобой отправиться на завтрак. Мы сейчас будем зачитывать разные и выберешь тот, который тебе нравится. Типа, сейчас потом отдам их все целиком. И двух человек надо будет вытянуть случайным образом из нашего кубка «Спорт.фм». Его можно видеть на онлайн-трансляции, кстати, «Спорт.фм.ру». Там кликайте в видео из студии, как раз будет все видно. Малыхин, а к тебе отдельное задание. То есть ты тоже внимательно слушай. Нам надо вместе еще выбрать трех дополнительных победителей, которые получат майки с автографом Дениса Глушакова. Да, слушаю, внимательно. Давай, вперед. Я тебе дал задание. Да, я внимательно слушаю. Ну, вот есть из вариантов, мне очень понравилось, очень короткая от Юли, от девушки. Она хочет с тобой пойти на завтрак, потому что любит завивки умных людей и футбол. Такой вариант. Очень миленько. После этого можно сказать «А-а-а-а-а». Да, я смотрю за игрой Дениса очень давно, пишет Кирилл Сергеевич. Мне очень нравится его игра. Я очень долго мечтаю пообщаться со своим кумиром, но, к сожалению, у меня нет таких возможностей. Во-первых, он живет в Питере, а во-вторых, очень любит «Спартак.Москва». Неожиданный выбор человек. Тяжелый человек, приходится, между прочим. Да, что еще? Потому что, вот, а тебе говорит что-нибудь имя Парфенов Олег Владимирович. А он утверждает, что он тебя знает. Он хочет с тобой поздравить, потому что, еще будучи школьниками, мы играли друг против друга, каждый за свою школу. Он за первую, а я за восьмую. Извечное противостояние. Ну, противостояние было, да. Но, может, на лицо помню, сейчас увижу. Но по СМС-ки не узнаю. По СМС-ки не узнаю, да. Просто время много прошло уже. Но тем более мы же... А вообще, кто чаще всего был? Первый или восьмая школа круче? Школы? Да, ну вот они там первая, восьмая. Я же не могу сказать, что восьмая, первая, конечно, где я учился. Так, вот от Рушана. Почему он должен позатракать? Ну, во-первых, я не завтракал по утрам больше года. Это отличная возможность вернуть хорошую традицию здорового образа жизни человека. Но, Гулёна. Во-вторых, Спартак наше всё. И когда, как не сейчас, за чашечкой кофе, обсудить новоселье. А еще сын играет за ЦСКА и в свои 7 лет общается с футболистами, а я в свои 30 нет. Ну вот, смотри, какие-то истории ты уже озвучил, поэтому надо сделать перерыв, чтобы их понять, осмыслить. Осознать. Да, осознать. А я предлагаю Денису сейчас опустить руку в кубок и вытащить две... Две сразу или по одной? Ну, по одной, да, так, чтобы было видно. Там есть фамилия какая-нибудь? Баракин Игорь. А, Игорь. Анатольевич. Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич. А номер какой? 38971. Ну вот сейчас будем ему дозваниваться и еще одну сразу тоже тогда выбирай, чтобы наши редакторы уже звонили, обзванивали ребята. Василий Дмитрий Владимирович. Василий Дмитрий Владимирович. Наверняка сейчас слушает и уже сам, наверное, звонит. Номер какой? 38902. Отлично. Ну вот, все, два победителя есть. Продолжаем озвучивать варианты, потому что... Вот еще, пожалуйста, у каждого... Юрий... Юрий написал. У каждого человека есть какие-либо увлечения родом из детства. Я с детства люблю футбол. И так же, как и мой папа, болею за футбольный клуб «Спартак». Денис Глушаков отличный игрок. Его манера игры может послужить примером для многих. Еще меня восхищает его целеустремленность, активная жизненная позиция, доброта. Я бы хотел стать таким, как он. Вот, отлично. А я бы тоже хотел стать таким, как Денис Глушаков и играть за «Спартак». Есть чем выстремиться. Но как-то не получилось. Так, что тут еще? Ну, в PlayStation получится, что? В PlayStation, кстати, про... Вы играете, да, наверное? Ну, редко очень. Времени нет. Когда ребенок родился, все, PlayStation закончилось. Жена выкинула просто. Это ненужная игрушка. А вот тут спрашивают, за какую команду играешь чаще всего? Ну, давай. За «Спартак» конечно нет. Не, я имею в виду, я всегда европейский. Барселона. Барселона, понятно. Там Месси бежит просто быстро. Пинтит. А еще в настройках подкрутил. То есть Месси и Глушаков ему передачу отдают. Вот еще одно сообщение. Кирилл Владимирович Молотков пишет. Потому что я большой любитель футбола. Я ездил в Бразилию, Украину и Польшу. До конца болел за сборную. Денис был одним из лучших. Я хочу с ним познакомиться. Если я выиграю, буду рад до неба. Спасибо за внимание. Вот такое сообщение. Вот. Вопль жалобы от Арсентия. Денис Борисович. Ты же Борисович, да? Все правильно. Смотри как. Я болею за Спартак недавно, с 2002 года. И ни разу не видел любимый клуб чемпионом. Езжу постоянно на матчи из Смоленск, 400 километров. И если выберете мне, то я сделаю хорошее, а дальше все. Что-то хорошее человек сделал. Ну, представляешь, человек выбрал болеть за Спартак аккуратно через год после того, как Спартак в последний раз что-то выигрывал. Арсентий, у вас проблема. Я вам так скажу. Жутко не повезло человеку. А может быть за это и понравилась команда, прикинь? Да, все может быть. Ну что, мы сейчас выберем человека или... Кого-то напомнить тебе какие-то сообщения, которые... Да нет, в принципе, много хороших отзывов. И услышал про себя. Так. Мне бы интересно земляка бы увидеть. Просто я думаю, может его... Там Игорь... Игорь, да? Да. Все. Игорь, Игорь, Земляк. Да, мне просто интересно. Сейчас я найду эту смс-ку. Так. Игорь. Я потерял. Малыхин, давай, ты пока... Там на АП фамилия. Парфенов или Панферова. Как-то так, по-моему. Мы, кстати, пока вы там и ищете эту историю, мы дозвонились до Игоря. Вот, я про что. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Игорь, мы вас поздравляем с одним очень приятным таким для вас сюрпризом. Дело в том, что вы один из победителей завтрака с чемпионом. И с вами Денис Глушаков. Денис Борисович обязательно позавтракает. Спасибо огромное. Денис, поздравляем вас. Да, поздравьте человека. Я поздравляю, говорю, да, конечно. Ты так сказал, Денис Борисович, мне неудобно стало. Только да. Да, вот, Игорь, Игорь не против, что вы... И Игорь, мы вас поздравляем еще раз. Сейчас редакторы свяжутся с вами, расскажут, что, когда будет происходить. Вы уж там тоже подготовьтесь к этому делу, потому что ну не каждый раз Денис Борисович приходит позавтракать. Не надо готовить, что готовить. Все по-простому. Ну это как чаепитие, приносить свое варенье, конечно, не надо, но тем не менее, то есть надо будет приготовить. Вопросы какие хотите задать обязательно, поговорить по душам тоже можно будет, естественно, после того, как вас отфотографируют и все необходимые вещи с вами сделают. Вот, собственно, Игоря уже... Игоря мы уже поздравили. Так, так вы будете выбирать-то кого-то из истории? Ну, смотри, я просто... Денис, еще раз, у меня совершенно перепутали меня со звонками. Виноват. И кого ты выбрал еще раз, напомни мне, пожалуйста. Вот Земляка, где первая и восьмая школа ты мне говорил. А, первая и восьмая школа ты выбрал, да? Ну просто мне интересно, да, как бы. Так, смотрите. Кто это такой? Давайте. Пока... Вы очень долго разбираетесь. Я понимаю, очень красивая история. Мы до второго человека еще не можем дозвониться. Давай еще одного выберем. Потому что, да, человек как-то недоступен. Будем считать, что это выбор редакции. Так, кого ты там вытянул? Семенков Игорь. Игорь Семенков. Вот, мы надеемся, номер какой там у него? 38 939. 38 939. Отлично. Вот сейчас Игорю постараемся дозвониться. Еще один, кстати, Игорь. Еще Игорь будет в окружении Игоря сидеть, Денис. Да, почему нет? Вполне себе. А, Денис, кстати, пока попытаемся дозвониться. Вопрос сегодня вот Сашки Ржаков, про которого ты говорил, он же объявил, когда он собирается карьеру закончить в 2020 году. У тебя какие планы? Я буду долго играть. Примерно как Филимонов, да? Да нет, буду играть, пока здоровью будет позволять, буду играть в футбол. Потому что я люблю футбол. А про тренера думаешь потом? Я думаю, но это еще... Еще долго. Я не знаю, когда это будет. Не хотелось бы загадывать, но... Вижу себя тренером, да. Когда-нибудь увидит. Итак, у нас Игорь, которого ты вытащил последним. Игорь второй на связи. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Игорь, вы догадываетесь, по какому поводу вам звонит Спорт.ФМ? Вы хотите завтрак предложить, наверное? Нет, не то, чтобы предложить. Знаете, тут мы не навязываем ничего. Мы просто хотим вас поздравить, чтобы с Денисом Глышаковым выиграли завтрак. И Денис будет ждать вас с удовольствием. Супер! Когда? Ну, сейчас редакторы с вами свяжутся, расскажут, когда, как вообще это будет происходить. Денис поздравит. Да, Игорь, приветствую тебя. Да ладно. Алло, Игорь. Приветствую, это Денис Глышаков. Здорово, брату. Поздравляем тебя завтраком. Надеюсь, завтрак понравится, вкусный будет. Посмотрим, кто будет готовить. Игорь, ну там специальный шеф-повар будет, он все приготовит на высшем уровне, это уж точно тебе понравится. Еще раз напоминаю, что сейчас редакторы тебе объяснят, когда что будет происходить, когда нужно прийти. Сейчас мы приверемся на новости, а дальше продолжим общение с Денисом Глышаковым. Конфликт интересов. Будний антистресс на Спорт-ФМ. Ваше слово в прямом эфире. Спорт-ФМ. 276-0-93-2. 276-1-93-2. Код Москвы 490. Лучший из россиянок Мария Шарапова занимает четвертую строчку. Отмечу также, что китаянка Лина, объявившая о завершении карьеры, обошла Агнешку Радваньскую из Польши и вошла в топ-5. А этом пока все. Дима, спасибо тебе большое. Самое время настроить Спорт-ФМ и послушать, как голодные до споров Малыхин и Николаев разбирают все самое актуальное. Да-да, мы их специально не кормим. Каждый будний день с 3 до 5 на Спорт-ФМ. Это конфликт интересов. Николаев Малыхин, студии Спорт-ФМ. В гостях у нас Денис Глушаков, полузащитник Московского Спартака и сборной России по футболу. Мы двух человек выбрали методом жеребьевки. Еще раз вот озвучиваю выбор Дениса, кто пойдет третьим на завтрак. Да, с историями там. Да, соответственно, это Парфенов Олег Владимирович, земляк, как его назвал Денис. Потому что еще будучи школьниками, мы играли друг против друга, каждый за свою школу, он за первое, я за восьмое извечное противостояние Олег. Мы вас поздравляем, вы у нас попадаете на завтрак в ресторан Уикед, где, собственно, все это и произойдет. Да. Ну а давай еще выберем людей, которые хотя бы автографы получат. Ну, я бы отдал бы Кириллу Молоткову, потому что он ездил в Бразилию, Украину и Польшу, и до конца болел за сборную. Так. Как тебе вариант? В Бразилию, Украину и Польшу? Так. Это странный чемпионат какой-то покатился. В смысле, он ездил на чемпионат Европы 2012 года, я тебе, великому футбольному эксперту напоминаю, что был такой. Я просто подумал, мало ли я что-то пропустил. Да, объединенный Бразилию, Украину и Польшу, очень сложный. Я бы отдал человеку, который не завтракал по утрам больше года, пусть у него хотя бы майка с автографом будет. Да. Ну и давай еще кому-нибудь. Так. Там человек, у которого ребенок болеет, он болеет за Спартака, а у него ребенок за ЦСКА. А это он же, моему мужу отдали. Он поэтому не завтракает по утрам. А, все, я понял. Я просто услышал, что там у него такая проблема семейная. Да. Так, и вот предположим, вот, смотри, Нефедов Виктор Валерьевич. Я фанат Спартака и Денис лично, у нас с женой скоро родится сын. Я хотел бы назвать сына Денисом в честь Глушакова и Николаева. Ладно, про Николаева это я уже пошутил. И поэтому хотелось бы сделать несколько фото и автограф для будущего фаната. Я за меня благотворимец так же, как Денис. Ну, в общем, Нефедов Виктор Валерьевич, вам достается футболка с этим какого-то... Автограф. С автографом. Нет, автограф с этой как ее футболкой Дениса Глушакова. Так, теперь от приятного переходим опять к полезному и, я даже сказал такому, насущному. Хотел задать вопрос еще о взаимоотношениях в сборной. Денис, просто все думают, что если в сборнике они собираются вместе на две недели, они лучшие друзья. У тебя есть хорошие друзья именно по сборной, не по клубу, а именно по сборной? Витя Файзурин. Файзурин. Мы очень хорошо общаемся, созваниваемся и тут же Дзагоев, Игнашевич, соседи вообще у меня в одном доме живем. А вообще, сейчас болельщиков в ЦСКА просто передергивают от этой информации. Нет, это нет проблем, мы как бы, мы в сборной вообще не обращаем внимания на клубы, кто где играет и как кто сыграл. Даже вот прикалывались недавно, когда мы с ЦСКА играли на Бабкин с Паршевлюком, когда там стычка была. Потом их вызвали в двоих в сборную и ребята улыбались и все, никаких вообще претензий друг к другу. Это футбол, это жизнь и никто не хочет уступать на футбольном поле. Даже сейчас можно сравнить те же два брата Камбарова друг против друга играли, да? Братья-близнецы, как первый раз такое вижу вообще, тоже не уступали друг другу. Но там нет такой клановости, как когда-то была в Испании, Барселона против Реала, они там не могли сойтись характерами. Все общаются, вообще разницы нет, да. В чемпионате России слишком мало русских, чтобы они еще ссорились. Говорят, что Игорь Акинфеев, да? Говорят, что Игорь Акинфеев очень замкнутый, ты с ним общаешься? Почему замкнутый? Игоря я вообще давно знаю, мы, когда я играл в ЦСКА в школе, у нас был вообще один тренер, он играл за 85-й год, я за 87-й, у нас один тренер был. Тогда он был, он профессионал просто, я не знаю. Я не сказал бы, что он замкнутый, он со всеми общается, нормально, улыбается, адекватный человек и правильно живет по жизни. А что с ним вот сейчас происходит у него в этот период неудач, начиная со сборной? Это уже не ко мне вопрос. Жимал Полыхин, ты вообще, я просто задаю вопрос. Хамло, у нас гостя где-нибудь из Глушаков, и ты свою любимую тему про Акинфеева завел. Тенис, иди в угол, постой. Нет, ребят, так нельзя просто, многие, да, говорят, но у всех бывают ошибки, просто вратарь, вратаря ошибки замечают сразу, потому что, да, а когда ему бьют 20 раз по воротам, он выручает, и одна ошибка нелепая. Ну, это бывает, и со всеми бывает, и так же я могу упасть неточно, да любой футболист может неточно упасть, да и то же самое, что пропустил гол Игорь. Тут наоборот надо поддерживать человека. Вот я про то уже говорю, все правильно, понимаешь, ошибки вратаря видны сразу, а ошибки полевых игроков, как Дениса Глушакова, только пока мегаэксперты не появятся. Вот у нас сегодня в 18.00 бубнов будет. Я пристально рассматриваю постоянно. Да ты, слушай, рассматришь. Денис, формулируй несколько вопросов. В один вот наших слушателей, кто через группу ВКонтакте, спорт.фм под раздел «Конфликт интересов» пишет, и на смс-портале спрашивают, в общем, озвучит так, вот если тебе завтра придет приглашение уехать в Манчестер Юнайтед, ну гипотетически, первый вопрос, какой у тебя любимый клуб, куда бы ты поехал не раздумывал, но твоя жена будет против отъезда из Москвы в Манчестер. Она не будет против. В Европу она не будет против. Понятно, а какой клуб все-таки предпочтительнее было бы? Ну клуб мечта, в общем. Честно, ну нет, я не хочу мечта даже, понятно, Барселона, можно Реал, там многие команды говорить, да, куда ты хочешь там уехать. Я только как бы хочу здесь уезжать, но чтобы команда не в середине даже была где-то, в пятерке. В Мальорку? А если вот, допустим, Лестер, который сейчас Манчестер Юнайтед обыграл, позовет? Денис, ты нам нужен. Давайте не будем фантазировать. 495-276-093-2, 495-276-19-32, нам дозвонился Алексей. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис, добрый вечер. Здрасте. Вот у меня вопрос к вам такой вот есть. Скажите, на ваш взгляд, кто, кроме Акинфеева, может способен защищать ворота сборной России? Спасибо большое, Алексей. Спасибо. Так, у нас же вратари еще вызываются в сборную. Ну да. Потому что и Тоже и Ребров, и Лодыгин, и не знаю. Ну в принципе, вам кажется, они все одного уровня, или все-таки кому-то еще нужно подрасти, потренироваться? Ну как можно сказать? Ну если их вызывают в сборную, это не просто так человека в сборную. Я думаю, что это и они за свои команды играют, и довольно неплохо играют. Так что я не думаю, что если Игоря заменить, то он может поменять, поменяется игра или еще что-то. Это вратари. У каждого свои плюсы и минусы есть. А вот еще вопрос уведем в сторону от вратарей. И по поводу футбола, вот помимо матчей, которые надо посмотреть перед играми, ну разбора, вы же наверняка смотрите, вообще другой футбол еще успеваете смотреть или тошнит от него? То есть, ну там топовые матчи. Нет, топовые, конечно, Лига чемпионов и топовые матчи, да, но так редко. Но когда на заездах лежишь, делать нечего. В принципе, смотришь чемпионат России, потому что друзья играют, конкуренты играют, и интересно посмотреть. Но если там выбираешь какие-нибудь топ-матчи и чемпионат России. А кто, на твой взгляд, сейчас самый интересный футбол показывает чемпионат России? Ну, помимо «Зенита», допустим. «Спартак» и «Спартака». Мне «Терек» понравился, честно. Потому что очень организованная команда. Но они в обороне круто играют. В обороне играют, да. СССР, в принципе, есть какие-то, да, они, ну, отходят и выбегают в контратаки, тоже интересно. Так что много, в принципе, команд, у каждого есть свои плюсы и минусы, не хотелось бы говорить. Хотел бы, вот тут Вадим написал на 5-5-3-3 слова «Спорт» начали сообщение. «Глушаков со мной не пойдет на завтрак, потому что я болею за «Локомотив». Для тебя «Локомотив» все еще родной клуб? Ну, такой испытываешь? Не то, что родной. Я игрок сейчас «Спартака». Как я могу сказать, что он? Ну, в том плане, что следишь за ним. Я много отдал, я слежу и общаюсь с Ромой Шишкиным больше всех, с Сашей Самедовым в сборной общаемся, да, по поводу, мне интересно узнать, какая обстановка, вот, и мне не безразлично, да, «Локомотив», потому что «Локомотив» мне много отдал в жизни. И я состоялся как футболист в «Локомотиве». Денис им про «Спартака» рассказывает, они им про «Локомотив», и все-таки немножко всплакивают в этот момент. Ностальгия. Да. У нас в гостях был Денис Глушаков, мы сегодня разыграли три билета на завтрак с чемпионом, мы переменяли на завтрак с будущим чемпионом Денисом Глушаковым. Денис, спасибо большое, надеемся еще в эфире пересечемся, удачи «Спартаку», мы чемпионы. Спасибо большое, что пригласили. До начала матча есть время, есть время, чтобы поспорить с Малыхиным и Николаевым. Кто же выиграет этот матч, решать тебе с трех до пяти дня на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ Долой скуку! Топтаться на месте можно сколько угодно, а мы будем расставлять по местам. Именно ты будешь решать, что в мире спорта самое интересное. А мы об этом расскажем. Новый Топ Спорт с 19.00. Информационное шоу на Спорт.ФМ. Реклама на Спорт.ФМ. Ритмы спорта на Спорт.ФМ. Спортсмены, которые решают выйти за рамки своего таланта и попробовать раскрыть в себе новый, часто идут наиболее безопасным путем. Например, заказывают корифеем музыкальный альбом и записывают его, как получится. В случае необходимости, беззастенчиво подменяя свой голос чужим. Совсем иначе сложилась музыкальная история у скандально знаменитого баскетболиста Аллена Айверсона. Он решил выйти на рынок, хоть и в традиционном амплуа рэпера, но весь альбом сочинил сам, и пластинка получилась вполне в его духе. Тексты почти целиком состояли из непечатных выражений. Сюжеты были исключительно неаппетитными, а главное, совершенно неполиткорректными. Прежде чем выпускать диск, представители звукозаписывающего лейбла решили проконсультироваться с комиссаром НБА Дэвидом Стерном, который строго-настрого запретил выпускать пластинку. Айверсон попробовал провести ее через другую компанию под псевдонимом «Джуэлс», но и там альбом отвергли. Стерн предложил баскетболисту переписать тексты, удалив из них большую часть непристойностей. Но Айверсон решил, что так получится уже совсем не тот диск, который он задумывал. Больше попыток запеть Аллен не предпринимал. Город спорта Жальгерис-арена – самый большой стадион стран Балтии. Находится в Литве. Был построен в 2011 году взамен старой арены «Каунас Спортхолл». Спортивная площадка предназначена для проведения баскетбольных матчей. В 2011 году здесь состоялся чемпионат Европы, где в финальной игре сборная Испании обыграла команду Франции с разницей в 13 очков. И здесь же известный защитник Хуан Карлос Наварро был признан самым ценным игроком континентального первенства. Город спорта Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ».